Всем привет с вами Пауэрнекс и добро пожаловать на мой канал. Прежде всего я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто меня поддержал в прошлом видео про секиру, а также за ваши комментарии и лайки, но среди позитивных отзывов были негативные, куда же без них. Люди критиковали меня в том, что я не прочувствовал некоторые механики и не прошел игру до конца. Да, это было так, и я прямо об этом говорил в видео, что это было мое первое впечатление, что игру я не прошел. Теперь же все изменилось, игру я в конце концов осилил и в данном видео я скажу свой вердикт. Кроме того, я сравню некоторые механики секиру с механиками самого первого Дарк Соулса и объясню, почему я считаю, что секиру худшая игра от Фромов. Усаживайтесь поудобнее, начнем. Для начала давайте поговорим о тех механиках, с которыми вы будете жить всю игру. Это боевка и прокачка. Сразу скажу, боевка в Дарк Соулс выглядит сильно отсталой и упрощенной на фоне секиру. Но, из-за своей сложности, а также большей затраты времени на каждый бой, драться в секиру намного скучнее. И особенно это касается боев с боссами и мини-боссами. Почти все обычные враги в игре убиваются где-то с трех ударов и максимум, что от нас потребуется за бой, это несколько раз парировать, вытрачивая тайминги. С мини-боссами умножьте все только что сказанное в несколько раз, а с боссами умножьте сказанное про мини-боссов еще раз в пять. Прибавьте ко всему этому кривые хитбоксы, которые иногда меня так выводили, что хотелось сразу снести игру. Как вы считаете, веселая в секиру боевка? Лично я еще раз повторю, я считаю боевку в секиру самой нудной и однообразной из того, что я видел в соус лайк играх. Вы знаете, когда я встречал какого-нибудь мини-босса, все что я чувствовал, это не волнение перед предстоящим крутым боем, от которого я получу дозу адреналина и веселья, а разочарование, когда я думал, что сейчас надо снова выжидать тайминги, скакать вокруг него в течение долгого времени, чтобы снять две, а то и три полоски хп или равновесия. В Dark Souls драться веселее, по крайней мере мне. К тому же, если вы недостаточно сильно бьете, либо у вас мало хп, Dark Souls дает вам шанс все исправить. Вы спокойно можете погриндить, поднять левел и соответственно статы, а потом просто пойти и с помощью простых ударов в купе с перекатами нагнуть нужного вам босса, естественно, предварительно выучив его паттерн боя, умерев 100-500 раз. В секиру же сможет играть не каждый, чтобы получать хоть какое-то удовольствие от игры, вам придется доминировать его боевку, иначе просто никак. В начале вас будут нагибать не по-детски, особенно если вы ветеран Dark Souls. Тут все совсем по-другому. Если вы не поймете, как работают механики парирования и ворота, как работает равновесие, а также не научитесь моментально реагировать на удары врагов, лучше вообще не играйте в секиру. Кроме всего вышесказанного, чтобы облегчить себе жизнь для борьбы с некоторыми боссами и мини-боссами, вам желательно будет найти специальный навес для протезов. Например, всеми ненавистные огур, которые притягивают к себе игрока захватом, намного легче убиваются с помощью огнемета, а неубиваемый бык становится более уязвимым с помощью фейерверков. Вам придется экспериментировать и читать описания навесов, чтобы понять, где их лучше применять. Отсюда делаем вывод и называем первое отличие секиру Dark Souls. В секиру бои кому-то могут показаться сложнее, длиннее и нуднее, чем в Dark Souls. Еще в игре есть стелс, и о нем нужно упомянуть, так как этой механики не было в Souls. Самая главная его проблема в том, что искусственный интеллект не заточен под новую механику стелса. Можете спорить сколько хотите, но враги ведут себя очень странно. Иногда они вас просто не замечают, даже когда вы стоите рядом. Исключение составляют стрелки, которые наоборот, замечают вас на нереальных дистанциях. Даже если бегать и прыгать у врагов за спиной, они ничего не услышат. Вы можете стоять или сидеть в траве, сидеть на ветке над врагом, и неизвестно, увидит он вас или нет. Нет никаких игровых законов, говорящих об этом. Такое впечатление, что врагам просто поставили рандомное поведение. Сам же стелс иногда сильно помогает в борьбе с мини-боссами. С обычными же врагами нет смысла чего-то там ожидать. Просто подходите и убиваете из двух-трех тыков. Если на вас бежалась группа, просто убегаете, ждете пока группа разделится, возвращаетесь и спокойно убиваете их по одному. Давайте поговорим про прокачку и немного про шмот. В секиру есть прокачка, но я думаю многих она не вызовет никакого азарта. Да, прокачка именно, что не вызывает никакого азарта. Прокачиваться в секиру неинтересно. Нам дадут возможность открывать новые приемные пассивки, улучшать навесы для протеза синоби, а также повышать атаку с помощью убиения боссов, либо хп убивая мини-боссов. Наверное звучит многообещающе и разнообразно. Тогда вы спросите, почему же тогда неинтересно? А все потому, что статы дают совсем небольшое, почти незаметное преимущество. Все приемы, присутствующие в игре, однообразные и также не дают какого-то большого преимущества в бою. Я за всю игру пользовался ими всего несколько раз и то, чтобы просто пробовать. Только пассивки вызывают хоть какой-то интерес. В секиру мы будем долго копить очки опыта, чтобы потом, изучив новые обилки, нам это не принесло почти никакого внутреннего удовлетворения. Давайте теперь сравним с Dark Souls. Там, убивая боссов и мини-боссов, нас щедро награждали душами, чтобы потом можно было повысить уровень и улучшить оружие и шмот. Все это давало ощущение того, что наш персонаж становился все сильнее и сильнее. Секира уже работает по-другому. Она заточена под то, как вы умеете играть. И никакой прогрессии, кроме улучшения своего собственного скилла, вы тут не сможете почувствовать. Может быть, для кого-то это будет интереснее, чем поднимать статы. Лично мне больше понравилась прокачка, которая была в Souls. Ведь кроме повышения статов, мы можем находить новое оружие и броню. В игре есть кольца, которые дают уникальные бонусы. Кроме того, мы можем сделать персы по своему вкусу. Если нам нравится грубая сила, можно сделать воина. Нравится скорость и ловкость, сделайте рога. Или же, если предпочитаете бой на дистанции, запилите себя мага. В Секиро в этом плане намного меньше выбора. Сделав больше упорной истории, про которую я поговорю чуть позже, из игры убрали возможность создать персонажа под свой стиль игры. И взамен выдали нам однорукого ниндзя-инвалида с одной катаной и одетого в лохмоте. Причем весь данный ниндзя-шмот мы должны будем использовать на протяжении всей игры, так как кастомизацию в Секиро не завезли. Кстати, наверное, из-за того, что игра была более заточена под историю, в нее также не завезли онлайн, так как он не вписался бы в игровую концепцию. Сюжет. В Dark Souls, как мы все знаем, достаточно хороший глубокий сюжет. В Souls вы играете неизвестным персонажем, который по мере прохождения понимает из описания предметов и диалогов с ним многочисленными персонажами, что это за мир, что с ним произошло и что вам надо делать дальше. Вы знаете, когда я кого-то спрашивал про сюжет в Dark Souls, мне всегда отвечали примерно следующее. Разве в Dark Souls он есть? Представляете, до какой степени он тут незаметный. Такой подход, как по мне, придавал игре загадочности. К тому же, если кому-то было пофиг на него, его просто не замечали, потому что он не навязывался игрокам, как это бывает в других играх. Но даже из тех людей, кто хотел быть в курсе дела происходящего, не каждый смог бы собрать этот пазл из недосказанностей. В Секиро дела обстоят немного по-другому. Здесь вы не безликий игрой без имени, а конкретный ниндзя по имени Волк, у которого есть даже свой голос, и у которого есть свое прошлое, настоящее и будущее. Обо всех трех мы и будем узнавать по мере прохождения игры. Сюжет все так же будет подаваться через диалоги, которые, по моим ощущениям, стали более затянуты, чем в Dark Souls. И совсем немного через описание предметов и кат-сцены. Лично мне сюжет Секиро не зашел, какой-то он пресный что ли. Но все это вкусовщина, и у каждого будет свой взгляд на это. Теперь хочу немного рассказать о сложности игры. Из того, что я читал про нее, тут мнения сильно расходятся. Одни говорят, что это самая сложная игра из всех Souls-like, превосходящая в разы их сложность, а другие говорят, что она легкая. Я скажу так, правда где-то посередине. Поначалу, пока вы не привыкли к новой механике боя, вам будет очень сложно в нее играть. Игра может показаться вам адом, который невозможно пройти. Все это до тех пор, пока вы не освоите боевку. Лично у меня это случилось после того, как я весь день дрочился с Гениширо. После этого игра стала казаться очень легкой, еще более однообразной. Dark Souls совсем другая сложность. Она более прогрессивная и идеально балансируется прокачкой статов. А это значит, что каждый найдет для себя идеальный уровень сложности. Ну и конечно же, большим отличием секиру от Dark Souls будет сеттинг. Тут каждый сам решит, нравится ему феодальная Япония или нет. По поводу локации можно сказать, что в секиру они тут не блещут разнообразностью. Их мало, и некоторые из них прямо сильно линейные. Единственные две интересные локации это замок Ашина и Хирата. Все остальное однообразная скукота, как и дизайн боссов. В Dark Souls почти каждый босс был произведением искусства. В секиру же всех боссов можно характеризовать так. Пару мужиков, пару баб, пару животных и одна бабка. Такую лень дизайнеров трудно понять, ведь игра фэнтезийная в вымышленном мире. А это значит, что руки у дизайнеров были развязаны. Все это были главные отличия, о которых, по моему мнению, стоило рассказать. Естественно, отличий больше, но если бы я начал рассказывать о них всех, то тогда видос бы получился еще длиннее, чем он есть. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий с вашим мнением. Ну и подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok